Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про эпичный угон двух английских танков в 1948 году. Идея угнать танки родилась в голове у легендарного израильского командира Ицхака Саде. Он решил воспользоваться предстоящей эвакуацией английской армии из Палестины, чтобы угнать несколько машин и присоединить их к силам Хаганы. До описываемого побега была предпринята еще одна неудачная попытка. Представители Хаганы договорились с английскими солдатами о том, что во время перегона танков несколько кромвелей отстанут от колонны и съедут на обочину, где их будут ожидать еврейские бойцы. За эту операцию каждому английскому солдату полагалось вознаграждение в 3000 фунтов. Однако план сорвался из-за усиления охраны колонны, что в итоге спугнуло англичан. Впрочем, от своих намерений евреи отказываться не собирались. Правда, времени оставалось немного. Англичане в конце июня планировали вывести последние подразделения. Представителям Хаганы удалось наладить контакт с двумя английскими сержантами – механиком ирландского происхождения Майклом Фланаганом и шотландцем Гарри Макдональдом, который служил в должности командира танка. С их помощью планировалось угнать четыре кромвеля, двумя из которых будут управлять солдаты, а другими – обученные бойцы Хаганы. Правда, у еврейских мехводов по понятным причинам не было возможности на практике ознакомиться с кромвелем, поэтому весь курс вождения проходил в одном из кафе при помощи рисунков и чертежей. В итоге в ночь с 29 на 30 июня бойцы Хаганы проникли на английский аэродром и приготовились к угону. В назначенный час все четверо угонщиков заняли места в заранее подготовленных к побегу танках, которые под завязку были загружены боеприпасами и снаряжением. Но, как вы помните, в начале ролика я сказал, что им удалось угнать лишь два танка. С самого начала у угонщиков начались проблемы. Один из еврейских мехводов не смог завести кромвель. В итоге он покинул танк и сбежал. Остальная шальная троица пробила ворота базы и умчалась в сторону кибуца Ягур. На этом этапе сошел с дистанции еще один кромвель. Мехвод Хаганы не справился с управлением и танк сошел с дороги. Пытаясь вызволить машину, мехвод сломал коробку передач и танк пришлось бросить. Но это даже сыграло на руку беглецам. Как выяснилось позже, англичане потратили кучу времени на исследование брошенных машин и попытку разобраться в произошедшем. За это время два других беглеца успели оторваться от погони. В кибуце дезертиров должны были ждать машины для перевозки танков, однако на месте их не оказалось. Промедление было смерти подобно. Тем более, что разъяренные англичане подняли в воздух авиацию с целью найти беглецов. А им ничего не оставалось, кроме как рвануть к Тель-Авиву своим ходом. Перед танками несся джип Хаганы, указывая дорогу. Заранее подготовленные грузовики мешали преследователям, перекрывая дороги. В конце концов, угонщикам удалось добраться до Тель-Авива, а танки спрятали во дворе одного из жилых домов. Стоит ли говорить о том, в какую ярость пришли англичане? Несмотря на все попытки и уговоры, танки им так и не вернули. Ну а Кромвели стали первыми серьезными боеспособными танками в составе 82-го танкового батальона. К слову, в современных бронетанковых войсках Израиля именно эмблема Кромвеля украшает береты танкистов. Ну а английские дезертиры остались служить в израильской армии. Позже Макдональд уехал из Израиля, а вот Фланаган женился на еврейской девушке и стал своеобразной легендой в Израиле.